Конкурс для дошкалят созвездия один из самых любимых и долгожданных событий. Он проходит в округе вот уже на протяжении 16 лет и с каждым годом участников становится все больше. Если в те годы было где-то 100-110, то в этом году 145 у нас участников и вы видите какие красочные костюмы, какие стихи по содержанию наполненные хорошим содержанием соответствуют тематике этого конкурса. А тематика этого конкурса нас спасем, сохраним планету вместе. К этому конкурсу все детские сады готовятся основательно. Выбирают номера, шьют костюмы и долго репетируют. Конечно, огромная заслуга в этом педагогов и музыкальных руководителей. Ежегодно они готовят ребят к их, можно сказать, первому выходу на большую сцену. Это очень важный и ответственный момент. Мы ежегодно участвуем в данном конкурсе. Он считается как первая ступень. Во-первых, участие в таких конкурсах дает детям раскрепощение. Они становятся более раскрепощенными. У них проявляются таланты, которые родители бы и не увидели. А мы постоянно с детьми, и мы видим эти таланты у детей, пытаемся их развить. Конкурс проходил в трех номинациях – песня, танец и стихотворение. Каждый номер был очень интересным, красочным и трогательным. И, конечно же, все, кто пришел посмотреть на юные дарования, остались в большом восторге от таланта хасанских ребят. В роли жюри участвовать все сложнее и сложнее, потому что уровень мастерства растет, уровень развития детей повышается. И все время педагоги придумывают что-то новое, что-то интересное. Это очень радует. Кто-то во всех трех номинациях, кто-то в одной, кто-то в двух. Но своих участников выставили все детские сады. Особую благодарность я хочу выразить Виктору Николаевичу Копейкину с его дружной командой, которая откликается на наши просьбы, предоставляет нам помещение, предоставляет нам свою хорошую музыку, свою красивую экран, свою прекрасную сцену, на которой ребята могут почувствовать себя настоящими артистами. Ну и, может быть, когда-нибудь даже будущими работниками культуры придут к нам сюда в ДК. Выбрать лучших из лучших задача непростая. Ведь все номера, представленные воспитанниками детских садов, были очень интересными и творческими. Но все же по итогам конкурса определены победители в каждой номинации. Все ребята получили дипломы и памятные подарки. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки. Новости Славянки. Новости Славянки. Новости Славянки. Продолжение следует...